Железнодорожный вокзал Новая детская площадка Еще совсем скоро здесь появится большой роллер-дром Он будет вокруг всего сквера По всему периметру будет проложена бетонированная дорожка Ну там сколько, полтора-два метра Для того, чтобы люди свободно могли ездить на роликах, на велосипедах и так далее На самокатах И, естественно, будет отлетление с препятствиями Допустим, для тех, кто любит экстрим, какие-то там повышенные сложности На велосипеде или самокате можно прокатиться хоть по всему городу Есть дорожки Так попадаем в самый центр Бендер Здесь много музеев Еще плюс один старинный турецкий подвал Его откопали в прошлом году за высоким забором стройка Обследовали сам подвал, укрепили Сейчас делают вход К маю хотелось бы завершить полностью, открыть эти подвалы Будет интересная надпись историческая Будет фигура стоять определенная, тоже историческая, возле этого подвала Будет такой музей, по сути дела, открытый Дальше по маршруту ДК Ткаченко Музыкальный сквер тут и до набережной недалеко Прекрасный вид на Днестр по мраморным ступенькам к воде Набережная часть Узак Состройку здесь уже закончили Вот такая красивая ротонда Очень много зелени, цветы, лавочки, фонари На машине пока не подъехать Улицу Ткаченко закрыли до 1 июля Делают новую дорогу В планах отремонтировать всю набережную Перемены коснутся и парка аттракционов Это поручение президента Карусели старые, еще со времен Союза Детский городок, однозначно он останется И даже будет усилен в той части Я считаю, что надо его оставлять Он исторический, он интересный, надо привезти в порядок И будет два Один в крепости, такой крупный имеется в виду Другой там, вот здесь на набережной И нормально По тропе здоровья, на пляж, в Александроневский парк Крепость, оттуда возвращаемся в центр города Бендеры продолжат меняться Крепость, оттуда возвращаемся в центр города Крепость, оттуда возвращаемся в центр города